Ирина Вашегородцева Убери телефон Угу Ира, убери телефон, у нас программа началась Угу Ира! Да подожди Мне некогда Я, в общем, решила отвязную тусовку себе сделать А когда еще делать, если не сейчас? Не сейчас, Ира Договориться с друзьями можно и после эфира Быстренько написала всем смс, что давайте соберемся, там чайок попьем Все, собрались, тихо, мирно посидели, разошлись Я не хочу тихо, мирно, я хочу, как в фильме активный поиск Там такие девчонки отвязные Ты опять насмотрелась наверняка фильмов о любви, да? Это не про любовь, а про крутых девчонок Одну из них зовут Элис Устав от жизни с бойфрендом, она уходит от него, переезжает к старшей сестре Находит новую работу и обзаводится с подругой Ровен Последняя оказывается страстной поклонницей ночных отжиков И пытается втянуть Элис в свою безумную жизнь Это все вот прям в твоем стиле, прям как будто с тебя фильм снимали Ой, ну не надо здесь Вот к сестре, между прочим, я не переезжала, на новую работу не устраивалась Вот я тоже могла бы Что касается подруг, мне вполне хватает своих Хотя от тебя, зная Робин, мне бы не помешало Девчонка весело живет Ага, мне тоже некоторые Ну началось А если тебе интересны фильмы про любовь, то можешь посмотреть дневник памяти Или римские каникулы, ну или красотку, например Ой, перестань, мне не интересны фильмы про любовь, ты об этом знаешь Ой, да ладно тебе Они всем девочкам интересны Это же так мило Ну вот, например, реальная любовь Ну хорошая же картина Там влюбляются все От премьер-министра, который без ума от своей сотрудницы До писателя, сбежавшего на юг Франции Чтобы склеить свое разбитое сердце Любовь поистине правит всем вокруг Так, все, запускайте трейлеры, пожалуйста Не надо, я еще не закончила Уйди отсюда На этой неделе стартует щелкунчик и четыре королевства Получив необычный подарок на Рождество Юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам Стране снегов, стране цветов и стране сладостей Но девочке нужно попасть и в четвертое королевство Где ей придется столкнуться с целой армией мышей Во главе с невероятно опасным мышиным королем Новинка этой недели – Бамблби 1987 год, скрываясь от преследования Бамблби находит убежище на автомобильной свалке В калифорнийском городке, где живет Чарли Девушке скоро исполнится 18 Она стремится найти свое место в жизни И именно она наталкивается на покореженного и сломленного Бамблби Приведя его в чувство, Чарли моментально осознает Что на ее пути оказался непростой желтый Volkswagen Жук Ничего так фильмы Пойду и премьер Зачем? Чтобы весь сеанс опять в телефоне просидеть Вот тебе бы поизвить и какую-нибудь гадость сказать Ладно, месть моя будет страшно О! Кстати, о мести! Совсем скоро стартует четвертый Мститель Сюжет картины разворачивается спустя несколько лет после окончания событий Войны Бесконечности А если быть точнее, то через сайт Но пока студия Марвел тщательно скрывает любые детали сюжета На съемочной площадке часто используют фальшивые сценарии И снимают специальные сцены, призванные запутать следы в случае возможного слива Напомню, в финале Войны Бесконечности Танос сумел собрать шесть камней И одним щелчком уничтожил половину всего населения вселенной С собой так не работает Мстители были разбиты, а Безумный Титан с улыбкой наблюдал за проделанной работой Пятилетний скачок во времени может действительно сработать с точки зрения сюжета До этого времени супергерои успевают восстановить силы Капитан Марвел вернется на Землю Брюс Бэннер наладит отношения с Халком А Тони Старк наверняка придумает, как воскресить жертв Таноса Если верить фотографиям со съемочной площадки Где многие герои появляются в своих старых костюмах В деле могут быть замешаны путешествия во времени Мстители 4 появятся в кинотеатрах уже в мае 2019 года Ждем! На сегодня это все Если вы любите кино так же сильно, как любим его мы Смотрите программу Кинокайф С вами была Мария Рунич И Ирина Вашегородцева До встречи на канале 16 Пока-пока